Я на вас смотрел два года уже, и очень много о вас слышал историй. It's nice to hear. It's so nice. If you have heard the stories, even bad stories, it's so nice, it feels nice, because we have heard them. Well, we all have many stories. And we already have some stories about Eric Grae. Yeah, they're funny, my English, I'm a Russian. My English is very great. So, we have some story with Eric Grae last year, by his very presence. At Alice's workshop, impressed our community so much. And he's here this year, came from the United States. What's wonderful about Eric? He plays a lot of intellectual and practical instruments. When we first invited him, he offered us around 15 different topics on which he could do workshops. So, we picked up Eric Grae. And the next time we invited him, we had a vote at our committee. We voted for different topics. And the majority of voices were given to the topic of the training or the seminar. And this topic was the second. So, we have the opportunity to listen to quite a long presentation. What existential therapists could get from psychoanalytic therapists and what they could give to them. So, I introduce Dr. Eric Grae. Good morning. Good morning. I sure hope my papers are even here. I hope. Here, my lecture is here. My lecture… Thank you. Спасибо. 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 Мне так приятно снова быть с вами. Хорошо, что нам вчера не пришлось вообще заканчивать наше общение. И эта тема одна из моих самых любимых. Я очень связан и много делаю для психоаналитических кругов в Америке. Но на самом деле я полностью, я человек не из этих кругов. Но я должен сказать, что эти психоаналитики американские, они из самых добрых, самых теплых людей, которые я когда-нибудь встречала. Очень отличаются от того, что про них рассказывали многие гуманистические психологи, у которых я учился. Большинство из которых просто раздражались на первое упоминание слова «фрейд». Единственный гуманистический психолог, который не раздражался никогда, был Кларк Мустакас. И он никогда не ругался и не спорил со мной, когда я заинтересовался аналитической теорией. Я встречал человека по имени Пол Стерн, он эксистенциальный аналитик. Мы гуманистические психологи, как и всегда, занимаемся терапией, сидят друг другу лицом к лицу. Кстати говоря, Пол был очень близким другом Босса. И он знал пациентов, которыми Босс занимался дозайн-анализом и психоанализом. И Пол мне сказал, что вот эти истории про психоаналитиков – это абсолютное вымысел. Потому что он говорил только о положительных чертах терапии. А Босс возвращался домой после работы, как многие из нас. И говорил, что этот человек, о своем пациенте, сводит меня с ума, не знает, что с ним делать. И он очень сражался, ему сложно было. И в конце концов, через Пол я познакомился с Боссом, после того, как Пол Стерн умер. Но вернемся к началу истории. Я нашел объявление в газете, там искался «думастический экстенциальный терапевт». Это было объявление терапевта о себе. И так я познакомился с Полом Стерном. Я прошел несколько тренингов у него. И я спросил, не займется ли он со мной терапией. И мне было особенно интересно знать, как экстенциальные терапевты занимаются с нами в терапии. И он согласился. И следующий раз, когда я вернулся к нему в кабинет и сказал, что я готов. И Пол сказал, хорошо, а вот кушетка. Я был в ужасе. Я вел дружбу с Буджентарем, с Мустакисом, с Карлом Роджерсом. Всегда это было лицом к лицу. Моно-моно. Человек к человеку. Очень много в том, что Бинсвангер говорит о психотерапии. Это два, и как Ясперс, два человечества, два человеческого существования, встречаются лицом к лицу друг с другом. Это соответствовало модели, о которой говорил Бинсвангер и Ясперс, о том, что два человеческих существа встречаются лицом к лицу друг с другом. В своем существовании. Я сказал, Пол, боюсь, что я не смогу этого сделать. Он сказал, мне казалось, что ты хотел узнать, как я работаю с мечтами. А он сказал, мне казалось, что ты хотел узнать, как я работаю со снами. Я сказал, да. Ну вот, я так работаю со снами. Я так нехотически прошел через комнату и улегся на знаменитой кушетке. Я рассказал свой первый сон. И к третьей неделе сон, который я принес, был про то, что я нахожусь в своем родном маленьком городке в Нью-Хэмпшире. И лицо моей матери на высоте 600 метров над городком огромное. И ругает она меня. И выглядит абсолютно как проститутка, накрашена как проститутка. У меня никогда раньше таких слов не было. И тогда я подумал, что-то в этой кушетке все-таки есть. И это меня привело к очень близким отношениям с психоанализом. Я занимался им, обучался ему. И для меня очень большую часть в этом занимало изучение жизни Фрейда. И поэтому сегодняшний разговор пойдет об эксгумации эксистенциального Фрейда. Я должен оговориться. Большинство эксистенциальных терапевтов, исключая Рола Мэя и «Спасибо, Элис», пренебрегают Фрейдом. Они все читали вторичные источники. Даже Карл Рогерс. Когда он говорит о переносе, он даже представления не имеет, о чем говорил Фрейд. И что он имел в виду Фрейд? Даже среди дозаин-аналитиков я не нахожу достаточной открытости и людей, которые на самом деле все, кроме Элис, изучали бы тексты Фрейда. Так что я бы хотел сейчас эксгумировать Фрейда. Это, конечно, будет не такая потрясающая презентация, которой мы были только что свидетелями у Элис. которая, я считаю, достойна для того, чтобы ее напечатали в ведущих психоаналитических журналах. Я надеюсь, что у меня даст уговорить Элис сделать это. Это будет круто. Это будет круто. Я несколько раз встречался с Карлом Рогерсом. Он был замечательный, потрясающий, милейший человек. И однажды он меня удивил. Он подсев ко мне во время какого-то собрания, он положил мне руку на плечо и сказал, я слышал, что у тебя сейчас тяжелые времена. Я был очень удивлен, потому что, действительно, я в тот момент потеряла работу. Я спросил ему, я заметил, что вы переезжали, сначала работали в университете в Рочестере, потом в Огайо, потом в Чикаго. У вас когда-нибудь вы гонялись работы? А он сказал, нет, я всегда уходил еще до того, когда они могли меня уволить. Это навык замечательный. Но представьте себе, что из всех этих университетов могли уволить Карла Рогерса. И именно этот вопрос я задал где-то в кулуарах нашей конференции до того, как он ко мне подошел и положил руку на плечо. Он это сделал приемлем нашего разговора. И я сказал, кстати говоря, в моей жизни было время, когда я думал, что я схожу с ума. И он сказал, что у меня был пациент с шизофренией, и он знал, как давить на мои самые болезненные кнопочки. И он сказал, я совершенно сходил с ума, и что же мне было делать? Это был Карл Рогерс. И он абсолютно не контролировал свои эмоции. И он мне рассказал о ценности безумия. И позже из текстов я узнал, он о своем кризисе разговаривал с другом в течение многих недель. Но вот таким человеком был Карл Рогерс. Однажды я спросил его перед большой аудиторией, там было около 500 человек, что Карл Рогерс думает по поводу переноса. И я, в общем, совсем не пытался его как-то подкусить. Просто мне было интересно, какой процесс он прошел, изменяя свое отношение к переносу после всех лет своей практики. И, в основном, как вы делаете с тем, что наши отношения и нашим способом любить и общаться, как вы делаете с тем, как вы делаете с тем, как вы делаете с тем? И мне было интересно, как он изменил свое представление. И он ужасно разозлился. И я был потрясен, потому что во время всех наших предыдущих встреч он был такой милый и очень интимно как-то со мной общался. И поэтому отчасти я вам предлагаю этот доклад, потому что вы все в основном представители гуманистической социальной психологии. И в Америке, за исключением Джима Будженталя и Рола Мэя, Попытки обсудить Фрейда и какие-то его идеи всегда встречают молчания. Или люди дают какие-то очень описания, которые неточны и в основном связаны с какими-то предрассудками по поводу его идей. Так что современный взгляд экзистенциальных терапевтов на Фрейда очень построен на предрассудках. Зачем нам вообще об этом парне говорить? Он мертвый, он старый, он мертвый, он белый и у него борода. Да, ну кроме Пола Стерна, потому что он очень был высокого мнения Фрейди. И именно благодаря Полу и его анализу с ним я начал думать о идеях Фрейда и читать его, и меня особенно заинтересовала его собственная жизнь. И несколько лет, 4-5 лет назад, мне повезло, я был в Англии, в Лондоне на какой-то конференции. И я решил посетить его дом и его могилу. И вот вид из Голдер Скрин – это название кладбища, где похоронен Фрейд. Вам нужно получить ключ, открыть дверь и пойти в то крыло этого мавзолея, где похоронен Фрейд. И вы калитку эту открываете со скрипом. И вы входите, там стена, в которой много-много захоронений европейских евреев. Это еврейское кладбище. Оно было основано в конце 80-х годов, в предыдущем, предпоследнего века. Вот я вхожу, поворачиваю налево, еще в один длинный коридор. И там, посреди этого коридора, там такое повышение какое-то станет. И я не видел, что там, а на нем что-то лежит, слишком далеко было. Ол был чудовищный, ужасно грязный. Это было в 1984 году, а Фрейд умер в 1939 году. Так что это 45 лет наслоений грязи. Почти 50, почти полвека. Я, когда подошел, я понял, что это такое, это одна из его любимых греческих урн, в которой находился его прах. И что было на полу, это были огромное количество букетов роз, цветов, писем, открыток. И можно было взять и почитать, и я понял, как он стал читать. И там были написаны потрясающие, замечательные красоты выражения благодарности. За ту свободу, за жизненную энергию, за способность, возможность жить человеческой жизнью, так, как она может быть прожита. И все это благодаря либо тому, что человек читал, либо был в психоанализме. И это очень подкрепило мои ощущения, которые у меня начинали возникать по поводу психоанализа, из того, что я начал читать, и собственного анализа. Через некоторое время я читал, я делал занятия по Фрейду в программе для докторов. И я просил своих слушателей принести тексты, в которых они бы описали, кто для них является, кем для них является Фрейд. Большинство из этих людей были юнгианцами. Так что там была определенная амбивалентность относительно Фрейда. Но было два вдающихся человека, которые говорили что-то во время наших занятий. Первая была важная, очень красивая, молодая женщина, сильная, сильная, и сказала, что я люблю Фрейда. И я люблю любого человека, который любит его или любит его. И я думаю, что вы делаете. И я просто не могу сказать. Я не уверен, что я могу сидеть здесь для этого класса. И стала такая замечательная, красивая, крупная женщина, наполненная жизненной энергией. И сказала, я ненавижу Фрейда. Ненавижу всех, кому нравится Фрейд. И я думаю, что вы любите Фрейда. И поэтому я даже не знаю, как находиться в своем одном помещении. И она сказала, вы знаете, я так злюсь на вас, что я готова вам палец показать. Я благодарил ее за то, что она выразила свое мнение. И сказал, вы что-то упустили. А я сказала, вы сказали, что вы хотели показать мне палец, и она вот так вот. История о следующем человеке. Этот человек воспитывался в Бенгрии, где Фрейд был запрещен. И она сказала, что мы, знаете, мы ждали с нетерпением, когда нам удастся почитать Фрейд. Мы читали его книжки в тайне, потому что он был запрещен. И он первый человек в книге, которого я читал, и который говорил о том, что значит быть свободным, быть истинным. И настоящим. Так что вот эта причина, почему я обратился к Фрейду и собираюсь его эксплуатировать. И я должен сказать, что во многих смыслах Фрейд был воплощением экзистенциального человека. Он был полон воли, он был предан своему дему, он был полон тревоги, он был застенчив. Он всегда следовал какому-то смыслу. И вот здесь Элиса говорила о том, что он занимался герменетикой по поводу человеческой жизни. И я должен сказать, что это было не только на уровне теории. Но с самой ранней юности и до того, когда он стал взрослым, он всегда говорил, я хочу раскрыть секреты, что такое быть человеком. На какое-то время ему пришлось забросить это. Потому что он понял, что так он не может заработать достаточно денег на поддержание своей семьи. Как философом. Он был, кстати говоря, учеником Брентано. Брентано был единственным человеком, которому удалось почти уговорить Фрейда поверить в Бога. Но потом, в 1890-е годы, в 1890-е годы, в 1895-е годы, в 1895-е годы, он получил этот мечт от инъекции. Он обнаружил секреты из мечт. И это было после этого, что он думал, может быть, я еще могу быть философом. Может быть, я могу в основном ответить вопросы о смысле человеческой существования. Но после того, как он открыл ключ к толкованию сновидений, он подумал, что, может быть, все-таки я смогу быть философом. И поэтому я остановился на том, что им двигалось желание найти смысл. Кроме того, что он был полон воли, приверженности каким-то своим идеям, тревожным, застенчивым и находящимся в поисках смысла, он переживал отчаяние и грусть. Он осознавал приходящесть и временность всего живого. И, тем не менее, он был в ужасе от смерти, его пугало смерть. Замечательный один рассказ. Я его очень рекомендую. Это один из моих любимых рассказов. И, на самом деле, он опубликован в последнем номере «Эксистенция» журнала вашего. Это был самый тяжелый год его жизни. Один из его сыновей был на русском фронте, второй на итальянском. И это был ужасный период Первой мировой войны. Он рассказывает эту историю, когда идет компания двух других людей. Одно очень умные женщины и поэта. Никто из них не мог насладиться красотой этой равнины. А он говорит о цветах, о высаде деревьев. И он им сказал, почему вы не получаете удовольствие от всего этого? И он им сказал, почему вы не получаете удовольствие от всего этого? И они им ответили, потому что всего этого не будет. Но он очень поэксистенциалистски сказал, что жизнь так краткая и вещи все так невечные, это не значит, что они не так менее ценные, а наоборот это значит, что они более ценные. И он подумал, как два этих умных человека могут не понимать этого? И он пришел к выводу, что для них было очень трудно горевать. Если вы любите, значит вам приходится горевать. Если вы чем-то восхищаетесь и носите в свое сердце, вам придется обязательно горевать, от этого никуда не уйдешь. И вот несколько слов, которые Фрейд говорил относительно практики. И вы, возможно, удивитесь тому, что он говорил. Он говорил, удерживайтесь от тенденции к спекуляциям. И второе, смотрите на одну и ту же вещь снова и снова и снова, пока она начинает говорить сама. Он взял эти два высказывания у Шако, но он постоянно писал об этом, он возвращался всю свою жизнь. И еще терапевтический совет. Мне нравится начитывать эти цитаты коммунистическим психологам и спрашивать, кто это сказал, угадайте. И они говорят, Карл Роджерс, Роман Мейт. Но они принадлежат Фрейду. Терапевт, конечно, способен сделать очень многое. Но заранее он не может определить, каким результатом это приведет. Он приводит в движение процесс. Может каким-то образом следить за этим процессом. Может его немножечко продвигать. Может убирать препятствия на пути этого процесса. И без сомнения может испортить очень многое в этом процессе. Это самое легкое. Но в целом, когда этот процесс начинается, он идет своей дорогой. И не позволяет, чтобы либо направление, которое он принимает, либо точки, которые он намечает на своем пути, были за него предусмотрены. Я прочитал это только три или четыре года тому назад. И на самом деле это абсолютно определяет нашу позицию как экзистенциальных феноменологических терапевтов или гуманистических терапевтов. И все это принадлежит Брейду. И когда он это написал? В 1890 году. До Ясперса, Пинцбангера, Роджерса, Босса. В 1890 году. Следующий совет. Самые успешные случаи, это те случаи, в которых ты проходишь так, как это происходит, идешь по нему, не держа в голове никакой цели. Даешь себе возможность удивляться тем поворотам, которые этот процесс принимает. И всегда встречаешь эти повороты открыто, свободно от каких-то заранее предусмотренных представлений. И снова, 1890 год. Это до 1900 года, Великого Года в истории экзистенциальной терапии. А почему это Великий Год? Потому что это год, когда умер Ницше. Это год, когда Гуссер написал свой главный труд. И это тот год, когда Фрейд написал толкование слов, основ. И это тот год, когда Дильтон написал проявление герменевтики. И вот это все сказано за 10 лет до этого года. Я считаю, этот год, который сделал дозайн-анализ и экзистенциальную терапию возможным. И никаких материалов ни Хайдекера, ни Ясперса тогда еще не было в памяти. И Пинцбангера тоже. И Босса, который, кстати говоря, еще и не родился. И не говоря уже о Роджерсе, о Рова Мэй и так далее. Интересно, что у нас со временем. Сейчас я бы хотела еще чуть-чуть заняться, вернуться к эксгумации. Интересно, что к этим выводам эксистенциальным Фрейд пришел еще до того, как он развил свою теорию и практику анализа. Он был тогда еще очень невинным. И он уже понимал все эти вещи, которые стали потом таким Библией для эксистенциальных терапевтов. И он узнал это из своей жизни. И я хотел бы здесь перейти от идеи Фрейда к Фрейду человеку. Извините, если я повторю вещи, которые вы, может быть, знаете. И вы можете встать и выразить свой протест, если вам это не интересно. Его ранние годы были окрашены бедностью и предрассудками. Он родился в те времена, когда к евреям относились плохо. И, конечно, отношения это не улучшилось к концу его жизни. И он был очень беден. И он был очень беден. А его отец потерял все деньги в бизнесе. И они переехали из маленькой деревушки в Чехии в небольшой городок в Вене, где они жили в районе нижней части среднего класса. И очень с раннего возраста он столкнулся с опытом со своим отцом, который очень определил его дальнейшее. А Фрейд очень хотел восхищаться своим отцом. В семье называли Зигмута Сигги, а мама называла его маленький Сигги. И его отец рассказал историю маленькому мальчику, как он шел по улице недавно, и к нему подошли какие-то люди не евреи. И они прошли мимо его отца Фрейда и сбили шляпу с его головы. И она упала в грязь. И маленький Зигмун спросил, папа, что ты делал? И его отец сказал, я нагнул голову, взял из грязи свою шляпу и пошел дальше. И в тот день Фрейд потерял уважение к отцу. И мне кажется, что никогда его не возглавил. Я еще вернусь к этой истории, потому что есть две истории в жизни Фрейда, которые продолжением являются этого. Как бедный человек, как человек, живущий в ситуации предрассудков, обращенных к нему, у него было очень амбивалентное чувство относительно себя. Он считал себя таким же лузером, как и его отец, потому что тоже не мог заработать достаточно денег. И очень часто его работа, его жизнь ни к чему не приводила. Но точно одновременно с этим он написал своей невесте. Он написал, что я чувствую внутри себя, что я стану одним из самых великих десяти тысяч людей. Ему было двадцать три года тогда, двадцать два и двадцать три. Его сын рассказывает историю, когда он путешествовал в горах, шел в горах со своими сыновьями. И увидел там цветы, названия которых он использовал, обращаясь к своей жене Марте. И вот он побежал туда и стал забираться по этому утесу для того, чтобы добраться до этих цветов. И когда он добрался до вершины этого утеса, корень, который он держался, он поддался. И пока папа там падал с этой верх натуры, дети в ужасе сидели и смотрели на это. И в конце ему удалось как-то оттолкнуться от этого утеса, он перевернулся в воздухе, сделал полный кульбит и приземлился на свои две ноги, смотрел на детей. Еще одна история из его приключений, когда они были где-то на отдыхе. И они жили на одной стороне озера, озеро на другой стороне которого была деревня. И дети, вернувшись с одной прогулки на лодке, рассказали Фрейду о том, что когда они гребли на этой лодке, люди на другой стороне озера кричали, что-то бросали в них и кричали что-то по поводу грязных евреев. И тогда, когда они рассказали отцу эту историю, он сказал так, садимся все в лодку, и они погребли обратно к тому месту с двумя детьми. И там была уже целая полфа, и что-то они кричали, что-то такое. У мужчин были трости, у женщин были зонтики, а Фрейг остался совершенно спокойным и сказал своим детям, идемте за мной. Вылез из лодки, и шел с тростью разбрасывая, значит, стукая всех, кто к нему приближался, и они прошли к магазину. Совершенно иное поведение, чем то, о котором он помнил о поведении своего родца. Если вы думаете, что Фрейг был воплощением рациональности, вы ошибаетесь. В течение трех лет, в течение которых он был разлучен со своей невестой, он написал 900 писем. Ну, в общем, одно письмо в день. Он писал очень-очень маленькими буквами, строчки друг к другу почти привыкали. И самое короткое было четыре страницы. А самые длинные были около двадцати страниц. И можно читать эти письма, как вы читаете Шекспира или Джона Данна. Он любил поэзию и литературу. Итак, что удивляет мне, извините, что Алис не хочет говорить о том, что мы больше знаем о Фрейде, чем о Хейдекере. Интересно, насколько больше мы знаем о Фрейде из его собственных уст, чем о Хейдекере. И эти два мои герои, на самом деле, Сигмунд Фрейд и Мартин Хейдекер. Но характер этих двух людей абсолютно полярин. Мы во время нашего семинара говорили о том, что как быть, когда вы восхищаетесь каким-то человеком и любите его, и знаете, что он совершал ужасные вещи. И поэтому мы все равно не знаем о том, что это история. Фрейд был очень очевиден. Он осуществил себя и не забывал говорить о том. Я не говорю, что он знал себя абсолютно. Я не думаю, что он. Но про Фрейда мы знаем гораздо больше из его уст, потому что он постоянно исследовал себя и писал об этом, и был открыт относительно этого. Я не уверен, что он знал себя. Я думаю, что нет. Это то, о чем говорила Элис, говоря о потеснении. Как нам перенести, когда мы кого-то любим и когда знаем что-то о нем ужасное? И знаем, что они, что тут делают чудовищное. Как это нам удерживать и то и другое? Но на более личностном уровне. Как мы говорим о том, что мы подавляем желание, типа не возжелая жены ближнего своего. Как переносить человеческий эрос? Вы любите своего партнера и вы преданы своему партнеру. И одновременно у вас желание другого? Должны ли мы подавлять это желание? Можно ли удерживать то и другое, не обязательно действовать в соответствии с этим желанием, но честно признавать и удерживать в себе знание о том и о другом? И если ваше отношение таковы, что другой человек сможет выдержать, говорите с ним об этом. Так, чтобы это не стало непереносимо страшно. А если говорить не об эротической проблеме, то как любить свою мать и одновременно ненавидеть ее? Как любить и ненавидеть своего отца, своего супруга, своего лучшего друга или подругу? Как удерживать эти сложные чувства любви и ненависти, чтобы они одновременно существовали в вас? Должны ли мы подавлять, если использовать язык Фрейда? Должны ли мы использовать религию для того, чтобы уничтожать свои импульсы? Фрейд говорил очень ясно об этом. То, что он говорил про сны, и вы должны, выслушав сон, спрашивать про какой-то образ, это вот это или вот это? И когда Фрейд говорил, если вы работаете со сном, вы должны выбросить или-или, вы должны всегда говорить и то, и другое. Я не знаю, как вы, но для меня сам главным вызовом является удерживать два полиса какой-то экстенциального вопроса с одинаковым. Он равновесен и с одинаковой равностью, как говорят. И не только относительно себя, но и относительно наших клиентов. И как вы это делаете? И как вы это делаете? Время вопроса. Мы имеем 5 минут. О, о, о. Мы имеем 5 минут, и затем вопросы. Хорошо. Мы имеем 5 минут, и затем вопросы. И еще один комментарий по поводу Фрейда. Продолжение следует... Продолжение следует... Он был в Вене и он был запят, не выходил из дома в своей квартире, потому что в это время в Вену вошли фашисты. И люди со всего мира пытались помочь ему оттуда выбраться. В конце концов, он потерял большую часть своих родственников. Продолжение следует... Пришел общий друг и сказал, я здесь от профессора Юнга из Цюрика, и он хотел, чтобы я вам передал это. И он передал ему конверт, полный денег, на который Фрейд мог купить свою свободу. И Фрейд посмотрел глаза этому человеку и сказал, я не беру денег у врагов. Продолжение следует... 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 глубинной психологии, непереносимой. Что касается Адлера и Ранка, то многие коллеги Фрейда говорили, избавься от них, избавься от них. В конце концов он шел у них на поводу. Но один раз, но как только он что-то решал, он никогда не возвращался больше. Еще одна история, Марту арестовала СС, ее не было целый день, и Фрейд описывал этот день как самый худший день в своей жизни. И Анна вернулась домой и сказала, почему бы нам не убить себя? И Фрейд на нее постановил и сказал, и дать им выиграть. И в тот же самый день пришло СС, и они потребовали все деньги, а там были тысячи шиллингов. И Фрейд просто стоял и позволил этому произойти. И сказал он своей семье потом, никогда я за один визит так много не зарабатывал. Так что у него был удивительный очень чувство юмора, даже в такие времена. Но... Так... 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 Он был очень ученцем подразделителем. Пол Рикур говорил, что Фрейд всегда разрывался между двумя вселенными дискурсами, дискурсом смысла и дискурсом силы. То есть естественного научного ученого и философа. Но чем больше он был связан с явлением, с тем, что происходило, тем больше он был связан с тем, что происходило. тем дольше правда, которую он выяснял, удерживалась, держалась. Еще несколько моих любимых цитат из Фрейда, он развивал мета-психологию. Это то, о чем говорил Элис, что моя теория это моя мифология. И такая очень потрясающая неопределенность Фрейда. Он знал на самом деле, что его теория это всего лишь миф его. И когда он отказывался от мифа и от спекуляций, он говорил такие вещи вроде обратите свой взгляд внутрь, взгляните в свою глубину и научитесь сначала понимать себя. Еще одна, мы никогда не бываем столь уязвимыми, чем когда мы любим. Еще одна, мы обязаны жизни смертью. Так что, если вы хотите жить, приготовьтесь к смерти. И еще последняя, очень уместная. Которая объясняет очень многие вещи, которые сейчас происходят в мире. Никогда не дооцениваете степень, до которой человеческие люди желают власти, желают иметь кого-то властного. И это лучшее объяснение того, что происходит сейчас в моей стране. Так что спасибо. Так что спасибо. Теперь у нас есть несколько вопросов. Как вы объясните, а почему эти степенаты предсказаны в 90-х? Все эти степенаты были произведены в 90-х. Он был молодым физиологистом, после изучения Шарко. И не в 1920-х. Это было первое. Что специальные терапевты могут дать аналитику? И второе. Я хочу, чтобы я объяснил первое. Как вы объяснили, что все эти степенаты были произведены в его жизни? Как он был молодым? Как он был молодым? Как он был молодым? Не в конце концов. Я понимаю. Я очень хорошо. И второе. Что специальные терапевты могут дать аналитику? Второе. Как терапевты могут дать аналитику? Да. Это хороший вопрос. Первый вопрос. Когда он начал заниматься спекуляциями. И когда он стал знаменитым. И когда он стал знаменитым. что его теория очень важна для понимания человека. И его стремление к бессмертии. Это был его способ не умереть. Поэтому он все усилия приложил для того, чтобы построить эту теорию, которая будет вечной. Что же могут экстенциальные терапевты дать психоаналитикам? Я думаю, что это как раз то, над чем работает Элис. Фрейд говорит о явлениях, которые являются реальными явлениями. Например, переносом. То, как мы сегодня любим, отражают лишь очень ранние условия нашей любви. с которой столкнулись наша любовь когда-то. Это не то, что мы переносим что-то куда-то. Это просто продолженность. естественная длительность процесса. Что такое проявление? По крайней мере, как мы, как мы, как мы, мы придумали. Фрейдонизм, с научной системой научной точки зрения, мы можем читать это из-за того, как он читал, и читать это из-за того, что мы можем втекнуть. из редукционистского подхода Фрейда, естественно, научного, то явление, которому мы можем изучить феноменологически и вернуть это в психоанализ. Я всегда говорю своим ученикам, лучший способ читать Фрейда и прислушиваться к человеческому феномену в том, что он пишет. Значит, самое главное, по-моему, так вот. The main thing, the only thing that I would like to use practically what you said was to tolerate, to hold together both love and hatred and to somehow put them together in yourself and to use them. And I would like to ask you an advice. How we can, for example, how can we manage to have this love to our teachers and to ourselves the way you manage to relate to Sigmund Freud now. It's very rare that we hear such lectures here when our colleagues treat in this way their patients and their teachers. I know what I do. I know what I do. I know what I do. Three things. One is I love and feel in my heart. I think you can feel my love for Scripture. I think you can feel my love for Freud or ... The second thing I do is weep. The second thing I do is weep. And the third thing is laugh. And the third thing is laugh. ethnic Продолжение следует... Продолжение следует... Потому что они все-таки зациклены в какой-то части метапсихологии Фрейда. И, может быть, мое отсутствие самоуверенности. Очень трудно разговаривать с аудиторией, которая с самого начала враждебно относится к твоей неделе. И, может быть, тростью разбрасывает людей, то сказать, что вы думаете по поводу моих... Now we have earned the right to have dinner. Oh, great. Спасибо большое. Мне будет вас не хватать.